Приветствую вас и давайте попробуем разобрать вашу проблему, исходя из тех данных, которые вы привели. Значит, в случае, когда несколько людей не могут ужиться под одной жилой площадью, и у них постоянно возникают стандалы, а при этом увлекаются и третьи лица, например, вы, и, собственно говоря, нет возможности разъехаться, то в таком случае нужно понять, что, во-первых, человек, который ведет себя подобным образом, он как бы ведет общение с собой. В действительности, вам необходимо менять тогда свое поведение и отношение к ситуации в целом и к своей маме в частности. То есть, как это выглядит на практике? Вы думаете, и на то есть все основания, конечно же, что ваша мама ненавидит вас. В действительности, это не сайт, она ненавидит не вас, потому что конкретно вас ей ненавидит не за что, а она воспринимает вас как продолжение конфликта с бабочкой. И относится к вам, она плохо именно потому, что вы, как вы правильно заметили, поддерживаете бабочку в этой ситуации. Если вы убеждены в том, что вы поступаете правильно, то в таком случае нужно маму пожелеть, так как она не смогла отпустить конфликт. Она до сих пор его переживает, да, она до сих пор о нем думает, она до сих пор не может его отпустить там и так далее. Маму вашу нужно поделить, разобрать конфликт, то есть, приложить все усилия для того, чтобы, если не решить конфликт, решить вам его удастся вряд ли, потому что он застарел и люди не хотят его решать. То хотя бы понять суть этого конфликта и при понимании сути этого конфликта вы сможете, по крайней мере, отдавать себя шерстом, что именно так сильно задевает вашу маму. Да, ваша мама больна, но эта болезнь, она очень тяжелая и тут, по-моему, только пытаюсь чувствовать, что оказавшись в такой ситуации, вы не можете ни отдельно решить, ни, по сути, как-то облегчить состояние вашей мамы и так далее. Значит, вы поймете, что вашего родителя больше всего в данный момент беспокоит, то есть, что именно больше всего его задевает. Я поймете вы это, когда и если, как можно подробнее разберетесь суть конфликта и будете разговаривать с вашей мамой на эту тему, чтобы понять, что именно вызывает у нее наиболее яркую, наиболее сильную, наиболее сильную реакцию. И вот только после этого вы сможете разговаривать уже с ней, когда начинается скандал, несколько более предметно. То есть, человек, когда участвует в скандале, использует ситуацию, ну, любую ситуацию, да, вот, от скандала до скандала, которая является, по сути дела, переходом от частного к общему. У человека есть определенная нерешенная проблема, он эту проблему не решает, но при этом любую другую ситуацию он воспринимает как толчок, как повод, как стимулятор к тому, чтобы начинать вести себя агрессивно. Если вы будете разговаривать предметно с вашей мамой и будете постепенно стараться решать именно проблему в сути своей, а на все остальное, на ее, там, лично, на ее, там, какие-то переходы на личности и прочее, вы не будете обращать никакого внимания, что мама ваша, она, по сути дела, рано или поздно поймет, что разговаривать с вами о чем-то, кроме вот того, на что вы отвечаете, смысла, вообще-то говоря, никакого не имеет. И вот здесь вам наиболее важно, наиболее, так сказать, принципиально использовать именно безразличие ко всему, тому, что не относится к сути проблемы. По всем остальным вашей маме требуется, к сожалению, Игнорировать, только так можно решать проблему. Игнорированием и предметным разговором направленным на суть проблемы, которая больше всего беспокоит вашу маму. Вот, в принципе, и все, что вы можете сделать. Больше в данной ситуации вариантов для вас нет. Лишь только ваше терпение, ваша выдержка, ваше стремление как-то вот ужиться с людьми, которые друг друга ненавидят, поможет как-то облегчить эту ситуацию. То есть полностью решить конфликт у вас, скорее всего, не выйдет. В этом желательно также отдавать себе отчет. Полностью решить конфликт у вас не получится. Но более или менее как-то его, ну, скажем так, минимализировать вполне возможно. И для этого, для того, чтобы этого достичь, вам нужно придерживаться примерно тех ориентиров, которые я вам сказал. Если вы сами в этом конфликте разобраться не сможете, то можете обратиться к специалистам, хотя бы на нашем ресурсе, для того, чтобы вместе с ними эту проблему решить. В этом я могу вам помочь, если у вас будет желание со мной поработать. отдельным пунктом мне хочется сказать про бабочку, которая оказалась, наверное, в самой тяжелой ситуации. Вы молодец, что хотите о ней заботиться, это совершенно правильно, это очень пасхуально, но бабочка все равно очень тяжело, и вы постарайтесь также с ней разговаривать, объяснять ей, что мама в общем и целом именно к ней в претензии лично не имеет, а вся беда и проблема в том, что человек как бы не может решить внутренний конфликт. И у мамы есть определенный дефицит потребностей, дефицит каких-то желаний, может быть, есть какой-то внутренний, внутреннее противоречие, которое она в силу неосознания, в силу невозможности осознать свои проблемы, свои беды, переносит на бабочку. То есть бабочку в данном случае вам нужно внушить терпение, внушить понимание и как можно меньше принятия того, что говорит дочь ее на себя. То есть бабочку не виноват в том, что ее дочь так реагирует на конфликт. Есть, конечно, условная ответственность за конфликт как бы в целом, но эта ответственность она, знаете как, едва ли неестественная, потому что в любом конфликте всегда есть оба человека, оба, кто собственно и несут ответственность за него. Но эта ответственность равна и до тех Борбака мама эту ответственность принять в ней в силах. Нельзя говорить о том, что бабочка точно должна это делать. Хотя для решения проблемы это может быть очень полезно и правильно. Первый сделает шаг и первый извиниться за что-нибудь, что составляет собственно сшить данного конфликта. Это также очень сильно помогло бы решить проблему непринятия мамы бабочки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего доброго и удачи.